Немалья любит донбассы Три-ка-кан-бо Здравствуйте! В эфире новый канал Новороссии с итоговым выпуском новостей за прошедшую неделю. В студии Юрий Ламер. Атаман исконных донбассских казаков рассказал о действительном положении дел в Новороссии, а также роли самих казаков на этой гражданской войне. Непрекращающаяся война в городе Первомайский привела к последней черте местное население. Пожилые люди обратились к действующей власти Киева с просьбой прекратить бессмысленную войну. Мэр города Первомайска в своем видеообращении поблагодарил небезучастных граждан России за неоценимую гуманитарную помощь для своих сограждан. Безнаказанная стрельба киевских карателей в нынешней обстановке уже невозможна, и на каждый их выстрел сразу же отвечает артиллерия ополчения для подавления артиллерийских позиций хунты. Агрессия хунты направлена не только против жителей Новороссии, но и против веры православной как таковой. С таким же неистовством каратели уничтожают храмы святыни и церкви православия по всей территории. Жизнь на передовой продолжается, и вот уже первые ученики с опозданием в два месяца пошли в школу. Но это стало возможным только после успеха на фронте. Восстановление экономики молодой страны связано в первую очередь с ремонтом промышленных предприятий, и основную роль в этом играет угольная промышленность. Казаки – это синоним свободы и воли. Участие их в войне Новороссии с украинскими захватчиками говорит о многом. Ведь правда и справедливость стоят за спиной каждого ополченца, республик и дают силы к неравному бою. Съемочная группа НКН пообщалась с атаманом Трехизбинского юрта, который рассказал нашему корреспонденту о роли казачества в социуме и православии. Я атаман Трехизбинского юрта, Луганский округ, донских казаков. Все казаки – это братья, это воины крестовые. Тут не должно быть разделения. Чьи вы и как. Все мы поднялись с одной идеей – только защитить свою землю. Не дать сюда пройти фашистов. Не все. И так же вместе плечо к плечу стоим на позициях, в окопах сидим. И нам делить нечем. Какая ситуация вашему смелого? Вокруг смелого. Но я толком не владею всей ситуацией. Но попытки были врагу там что-то сделать. Успешно была отражена атака. Наши стоят на позициях на своих, как и стояли. Благодаря совместным действиям стоят все на позициях на своих. Но к ним прорвались подкрепления подвозы? Прорвалось, но… На данный момент они соблюдают режим тишины? Не скажу. Мы сейчас… Подразделение мое находится не в Смелом. Мы находимся в Кировске. За ту ситуацию сейчас я на данный момент точно рассказать не смогу. Вопрос еще добавить. В ваши ряды вступают ребята, которые так хотят казаками стать? Конечно, есть. Пополняются ряды наши. Что для вас в общем состоянии понятия казак? Казак, в первую очередь, это воин Христовый. Защитник веры православной. Здесь казаки, в первую очередь, за что воюют? За Новороссию? За православную. В первую очередь. Вы же смотрите, кто благословляет противоборствующую сторону? Католики и Филаретов. Да, украинская православная церковь. Но они преданы анафиге. Как может, даже если он считает себя православным, да, священником, патриархом, как он может благословлять на убийство православного? Это грех смерти. Это противоречит заповедям Божьим. Есть у вас ребята, которые приезжают из-за рубежа, либо, может быть, местные, которые принимают веру православную? У нас все хрященые. То есть уже ступают, уже хрященые? Да, и присягу принимают они в храме, перед святынями, православным, перед Евангелием, перед Крестом. Какую вы видите роль казачества в этой войне? И какую роль казачества, то, которое сейчас происходит, ну, проходит боевое крещение, будет выполнять после победы? Разойдется по домам или оно преобразуется в какой-то новый статус, получит? Ну, это будет, зависит, что будет после войны от государства, от нашего, что оно нам даст, в первую очередь. Казаки готовы нести службу и в мирное время. В качестве вооруженных сил могут нести службу, в качестве погран, пограничная служба, внутренние войска, там, во всех структурах готовы казаки дальше служить государством. Не обязательно военные и в мирное время готовы казаки защищать, порядок, в стране поддерживать. Есть такое понятие, что русские равнозначны православным, православные равнозначны русскому. То есть, практически понятия такие тождественные. Если ты принимаешь одно, то ты внутри трансформируешься в русского и наоборот. Главное, чтобы был православный. Ну, взять вот из истории. При царе-батюшке не было национальности в паспорте. В документах не писалось, кто ты есть. Там только писалось вероисповедание. Или православный, или иноверный. Все были русские. В независимости там, татарин ты, кто бы ты ни был, ты русский. Ну, только что вероисповедание и все. И так же взять за Украину. Ну, с каких пор стала она Украиной? Благодаря кому? Благодаря жидам в 17-м году она стала Украиной. До этого была основой Киевская Русь. Все мы русичи, все мы русские. Не зря говорят, Киев, мать городов русских. Да, было время, был центр в Киеве. Потом он переместился в течение истории в Россию, туда, в Москву. Ну, опять получилось же, не стали там называть Украиной. То была Великая Россия, а это Малороссия, Малая Россия. Но были вместе русские. И это надо людям доносить, рассказывать, особенно той части Украины, что нам делить нечем, мы все русские. Там, на Донбассе, одни террористы. Люди находятся под гнетом бандитов. Такое мнение пытаются создать украинские СМИ на территориях бывшей Украины. Убиты тысячи людей, разрушены сотни предприятий. Результат добрых и справедливых фашистов, скормленных на просторах рабской галичины. Но жители пострадавших городов открывают глаза и видят истину. Их невозможно заставить думать иначе. И каналу НКН удалось узнать, какие мнения гражданских, которых хотят освободить презираемые украфашисты. Я говорила, колючей проволокой обгородить Донбасс. Пусть выводит свои войска. Не огораживает где хотит, но не Донбассе. Донбасс самое промышленное предприятие было. Пусть выводит. Жена Порошенко, ему дни, мама. Защитить родители, мы себе живем. Мы не лезли, пусть они сюда не лезли. На Киев с оружием никто не пошел. Вы работали. Мы работали здесь до последнего. До последнего. Предприятия работали. Налоги платили. Они пришли к нам сюда. И к нам. Мы после войны восстанавливали города. Предприятия восстанавливали. Они пришли, разбомбили. 24 года. И все кричат. Скажите, пожалуйста, восстановите. Донбасс стекла. Зоя Валентиновна. Зоя Валентиновна, пожалуйста, вот обратитесь. Вот на камеру обратитесь и скажите этим подлецам, которые расстреливают наш город. Обратитесь, скажите. Они детей наших разорвали. Дети находятся на Приморском крае, а там тоже немец. Лучше бы они здесь были с нами. Мы бы им какую-то помощь оказали. А они в поле, в поле с детьми. Понимаете? Вы видите, вот я стою перед вами. Если они у нас попросили 4 дня перемирия, мы не стреляем. Я понимаю. Они собирают силы. Вы обороняетесь. Защищайте нас до последнего. До последнего. Если бы была возможность, мы все пошли на линию фронта. Мы были уже на линии фронта. Были. И мы пошли бы еще дальше. Но только оставьте нас в спокое, чтобы они нас не стреляли. Мы хотим жить. Волод, пожалуйста, скажите, обратитесь конкретно к кому? Порошенко. Я ценю Турчинов. Это уроды, которые нам не дают жить. Не дают жить спокойно. Мы их не трогали. Мы их не трогали. Мы просили просто-напросто. Мира, дайте нам мир. Три месяца, как это тяжело. Это 10 лет жизни ушло. Я знаю. 10 лет ушло. За что? За что? За то, что мы работали. Мы потеряли все. Последнюю надежду на пенсию мы и ту потеряли. Я знаю. Я прекрасно понимаю. Они хотят, чтобы мы ушли, чтобы мы уехали, чтобы мы искали хорошую жизнь. Мы никуда не уйдем. Мы будем стоять на родной земле. Мы лучше умрем. Нас похоронят в богородах, в парках, в скверах, на площади. Пусть похоронят под елками. Мы со своей земли не уйдем. Не для этого мы здесь жили. Мы здесь тронили. Война идет уже полгода. Информационное агентство, созданное добровольцами на территории Новороссии, сделали огромное дело по раскрытию преступлений Украины и поднятию русского духа не только в Новороссии, но и за ее пределами. В связи с чем огромное количество людей и организаций знают, за что сражаются воины ЛНР и ДНР. Желание помочь, если не воинским умением, то гуманитарными грузами возникают у граждан всех стран мира. И идут конвои, так необходимой сейчас помощи, беспрерывным потоком, разрушенные города и пострадавшие семьи. Все воинство, все защитники Донбасса выражают сердечную благодарность небезразличным людям, благодаря которым уже спасено множество жизней. Вы сейчас находитесь на пункте раздачи гуманитарной помощи, которая поступает нам, к сожалению, не так, как хотелось бы, потому что многие города нас забыли, скажем так. Нас забыли и мало людей, которые помнят о нас. Но есть такие, которые собирают гуманитарную помощь, отправляют за 2000 километров и более, отправляют гуманитарную помощь в наш город. Хочется сказать огромнейшее спасибо приходу к храму Рождества Христова в городе Измайлово. И лично настоятелю, отцу Леониду Ралдыгину. Это эти люди, которые занимаются далеко от города Первомайска сбором гуманитарной помощи и передают его сюда для того, чтобы мы людям помогали и раздавали. А также отцу Владимиру Кутикину, Елене Борисовне Башко, Ирине Валентиновне Шабловской. Это те люди, которые непосредственно, вот сейчас идет раздача, белья, верхние одежды, теплые одежды людям. Это именно те люди, которые принимали участие в доставке этой помощи сюда. Еще мне хочется сказать огромное спасибо людям, которые оказали нам очень большую помощь. Они нам доставили сюда, в наш город, в нашу республику, амуницию и бронежилеты, которые очень нам нужны и спасли не один десяток наших солдат. К сожалению, эти люди не захотели называть своих фамилий. Они сказали, мы доставили не для того, чтобы афишировать и какую-то там себе благодарность. Мы безвозмездно это сделали для вашего города, для этих солдат, которые находятся. Они представились, это вот Алексей из Питера. К сожалению, Алексея уже нет среди нас, он умер. Александр, Александр, позывной у него большой, ну это опять-таки, как он представился. И Константину Игоревичу, это человек из Москвы. Это именно те люди, которые доставили наш город амуницию. Спасибо.